Медцентр Медин снова пополнил свой технопарк. В операционном блоке появился новый современный аппарат для удаления камней в почках. Но умеет он не только это, продолжит Инга Гудель. Это святая святых Медина. Операционная. Буквально несколько дней назад здесь появился вот этот красавец-немец. Такого больше нет ни у нас, ни в соседней Молдове. Умный аппарат со сложным названием литотриптор не только избавляет от мочекаменной болезни, превращая камни в пыль, но и удаляет опухоли. Опухоли уретры, опухоли мочевого, опухоли почки внутри, полостные опухоли. Все это можно работать. Также некоторые режимы можно использовать для лазерной инуплиации аденома предстательной железы. То есть если простата увеличена объемом и требуется операция, то лазером можно удалить и аденом. Работать с аппаратом специалисты из Медина учились в Румынии. участвовали там в операциях на протяжении недели. Тренировки были по несколько в день. Так что преимущества последней модели литотриптора успели оценить на практике. Ранее несколькими способами, тоже эндоскетически с помощью подобного оборудования, заходили и пневматически стреляли, разрушая пневматический камень. Травмировалось сильно окружающей ткани и трудно было работать, если было, допустим, вокруг воспаление. Или же оставался вариант открытого, то есть через разрез зайти и убрать камень. Плюс ко всему старые приборы могли справиться не со всеми камнями из-за их плотности. В этом аппарате гольмиевый лазер удаляет камни бесконтактно и для него не существует слишком плотных камней. В пыль превращается любой. Либо мы их, грубо говоря, разрушаем в пыль, либо мы их корзинкой специально, вот предмет, примерно так они выглядят, специальной корзинкой мы заводим и крупные участки, фрагменты забираем наружу, если мы хотим сделать, допустим, анализ этого камня. Вся эндоскопическая операция занимает от 30 минут до часа и, конечно, проводится под анестезией. Нужный режим работы аппарат выбирает автоматически в зависимости от конкретной патологии. Ну а через день-другой после операции пациент может отправляться домой.